Открытый телеканал представляет. В Китае приступили к обсуждению проекта поправок к закону о планировании семьи. Как известно, с 1979 года был закон, что в семье может быть один или два ребенка. Один в городе и два в селе. И то, если первая девочка. Тогда можно второго ребенка. Как написано, что этим они предотвратили появление на свет около 400 миллионов человек. Так написано. Холодно. Сейчас, вероятнее всего, будет разрешено. Неизвестно сколько детей, но будет разрешено. Как вы относитесь к тому, что запрещается рождаемость, разрешается? Я не вижу в этом вообще причины для обсуждения. Это все равно будет идти как идиот. То есть вы вообще за то, чтобы даже не обсуждался этот... Это бесполезно. Тут работает закон природы. И он меняет в нас внутренние желания, действия, взгляд на семью, на связь между нами. Одновременно с этим и экономика, и общественное мнение и так далее. Все вместе. Это ведь комплексный вопрос. Так что я не считаю, что человек вообще может в нем разобраться. Тогда какой ваш вывод? Вот скажите, вывод ваш. Мой вывод в воспитании человека. Когда человек, когда он зазреет, он будет понимать, для чего ему нужен наследник. В чем этот наследник будет наследовать ему. И поэтому он будет о нем заботиться, будет его воспитывать. И будет... Хотеть. Хотеть видеть в нем свое будущее. В чем? Вот что значит воспитанный родитель, который хочет, чтобы у него родился ребенок? Ребенок будет знать, для чего его отец родил и воспитал. Для чего? Чтобы достиг Творца. Прямо так? Да. А иначе нет смысла вообще в нашей жизни. Что такое, чтобы достиг Творца? Чтобы стал подобным Творцом. Чтобы раскрыл высший мир и существовал бы на его уровне. Это ощутить вечность, бесконечность природы. Он выражал бы его на счастье. А иначе для чего рожать детей? Субтитры создавал DimaTorzok